Здравствуйте! Вы смотрите итоги недели на телеканале «Карибу». В студии работает Олеся Хитагурова. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Жители областного центра рассказали, на какую сумму рассчитывают в этом году. Рейсы в отдаленные поселки Колымы возобновлены. По какой причине переносили и отменяли поездки в Сенегорию, Мяунджу и Сусуманы? Как решили проблему? Почему медицинская справка для абитуриентов стала платной? Вопрос прокомментировали в Магаданской поликлинике. На этой неделе состоялось очередное заседание правительства, где обсудили несколько вопросов. Одна из основных тем – подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. О том, какая работа была проделана за лето, рассказала министр образования Магаданской области Анжела Шурхно. По ее словам, сейчас на территории региона работают 129 образовательных организаций. В их числе детские сады, школы, техникумы, колледжи и вуз. При подготовке к началу нового учебного года у нас были приняты 124 организации полноценно. Пять организаций, которые участвуют в программе капитального ремонта школ под федеральным проектом, они сегодня завершают свои работы по благоустройству. По федеральным видам работ все уже закончено и выполнено. Единственное, завершается в Тахтаямске последние штрихи по фасаду. В Сусумане внутренние отделочные работы по федеральному проекту завершена установка окон-фасад, кровля. Значит, у Стемчук учебный корпус, где будут обучаться дети, завершен на 100%. Спальный корпус для внеурочной деятельности продолжается, вернее, отделочные работы уже за счет средств регионального бюджета. 14-я школа, фактически все ремонтные работы по федеральный проект завершены. И ведется сейчас внутренняя отделка и подготовка помещений непосредственно к началу нового учебного года. У всех эти вопросы глав на контроле, в ежедневном режиме на штабе их рассматриваем. Поэтому, ну, как таковых проблем, то есть все работы должны будут быть завершены до 3 сентября. Рассказала Анжела Шурхной о проблемах, решить которые пока не удалось. Это износ учебно-материальной базы, недостаток профессорско-преподавательского состава в СВГУ и нехватка кадров в школах. На конец года у нас была 101 вакансия. На сегодня вакансии некоторые добавились. И плюс добавилась потребность в создании новых, введении новых должностей. Это советник директора по воспитательной работе. Программа действует по всей России. Финансироваться будет заработная плата частично из федерального бюджета и частично из областного бюджета. Но по состоянию на 23 число мы видим, что у нас большее количество тех, вновь прибывающих педагогов, к новому учебному году. Мы прогнозировали, что у нас их будет 70-74. Сейчас у нас 87 учителей уже прибыли на территорию Магаданской области. Из них земские учители Заморской области по федеральному проекту. И, конечно, самая большая часть прибыла в город Магадан, 51 учитель. И очень нас порадовало, что 13 выпускников Северо-Восточного государственного университета тоже приходят к нам в этом году. Сергей Носов отметил, что сейчас все учебные учреждения региона отчитываются о том, что подготовка к 1 сентября почти закончена и присылают в контролирующие организации множество соответствующих отчетов. Но, по его словам, остаются и незакрытые вопросы. Не надо нам еще раз убеждать и самих себе, что то, в каком состоянии мы принимаем школу, это есть та готовность, которая нас устраивает. Мы вчера говорили здесь на антитеррористической комиссии и по пожарной безопасности, по работе датчиков, извещателей. Мы говорили и о готовности пешеходных маршрутов для детей. И здесь ГИБДД тоже говорит, мы тут в стороне, мы тут ни при чем акты, нам запрещено. Типа никто не запрещал. И внутренние инструкции не могут быть вышли с закона и ответственности руководителей за свою работу. Поэтому 1 сентября готовимся. Подготовка к новому учебному году волнует и родители, ведь эти расходы всегда отнимают немалую часть семейного бюджета. Как выяснили аналитики сервиса Суперджоб, в этом году средняя сумма, которая понадобится магаданцам на эти цели, составляет 12,5 тысяч рублей. В исследовании в ЦИОМ другая цифра – 43 тысячи рублей. Мы решили узнать у колымчан, сколько у них ушло денег на подготовку детей к школе. Очень дорого. Я вот сужу по своему сыну, ему в школу необходимо соблюсти дресс-код. И купить пиджак. Сыну 14 лет. Пиджак стоит самый минимальный – 9 тысяч рублей. Это только один пиджак. Не говоря уже про учебники, про необходимые там все сейчас школьные принадлежности. И жена, честно скажу, находится в таком легком шоке. Пребывает, потому что только пиджак 9. Мы уже еще и не закупали обувь положенные, брюки. Поэтому я думаю, что это сейчас школьная пора достаточно серьезно будет бить по карману родителей. Год за годом дороже? Дороже. Дороже, да. Ну, во-первых, дети растут. И необходимо покупать соответствующие их возрасту. Во-вторых, мы же прекрасно знаем, как начало нового учебного года, так у нас сразу же традиционно в России дорожают все, что касается школы. К большому сожалению. Ну, я не думаю, что не так дорого. Ну, на 10 тысяч можно собрать. Вполне. А самое дорогое, что из этого? Что дорогое самое? Ну, наверное, одежда, скорее всего. То есть у вас ушло около 10 тысяч, или вы еще не закончили? Ну, мы как бы, что осталось, что по минимуму, ну да, около этого, может быть, да. Сколько дорого? Ну, допустим, если на нашем примере брать только лишь одежды, пришлось потратить тысяч, где-то 20-22 тысяч. Только одежда, то есть еще портфель не покупали, пенал, канцелярский предмет, и так же мы не покупали. То есть это все, что касается только лишь одежды, подчеркну. Ну, дороговато. Я не могу это однозначно как-то сказать одним словом. Ну, конечно, дороговато. Сколько примерно денег уходит на ребенка? Мы говорим о одежде, о принадлежности. А по всем, чтобы ребенок пошел в школу, полностью обеспеченный всем, что нужно? Ну, минимум 1012 и выше. Ну, это прям самый минимум. Это если повезет, вот магазины-то как бы разные, цены немножко тоже там варьируются. Ну, от 12 там и куда-то даться. Самое дорогое что? Ну, форма. Ну, одеться, одеться, обуться, конечно же. Это дорого, но конкретно по суммам даже еще не считала. То есть вы еще не готовились? Мы уже начали подготовку, но пока касалось только одежды. Это в районе, наверное, ну, уже ушло в районе 30 тысяч на двух детей. И это только без вообще канцелярии всего? Без. Я думаю, при средних зарплатах это вполне осуществимо. А сколько примерно денег уходит? Ну, с учетом школьной одежды, физкультурной одежды, ну, я думаю, около 20 тысяч. Ну, не знаю, мне кажется, если на начальную пору, то тысяч 30, может. А в этом году на какую сумму рассчитываете? На поменьше. Ну, не знаю, тысяч, может, на 15, на 20. Просто у них форма единая сейчас, поэтому на одежду много не приходится тратить. Да. А канцелярские товары еще с прошлых лет остались кое-что, да. Поэтому в этом году, думаю, много не потратимся сильно. Ну, смотря от дохода семьи, я думаю, мы еще не полностью собрались. Но, в принципе, смотря где собирать, есть ли какие-то сайты выбирать, где можно подешевле выбрать товар. Ну, вот в этот год вы на какую сумму рассчитываете? Ну, порядка 10 тысяч точно. Это если иметь в виду без верхней одежды, да, скажем так. А именно просто, ну, учебные принадлежности. Ну, и как бы на первое время одежда. А с каждым годом большая сумма получается или такая же? Конечно, больше. Растет ребенок, это всегда будет больше. Если ребенок растет, растут потребности. Ну, и как бы все равно цены растут. Ну, достаточно, да, приличная сумма нужна. Если вам хочется, чтобы ваш ребенок выглядел, то вы будете стараться из-за всех сил. Ну, вот примерно за все годы, пока ваш ребенок учился в школе, сколько денег каждый год вы тратили? И с каждым годом дороже или нет? Ну, конечно, ребенок растет, вещи дорожают. Если он уже подросток, это взрослый мужчина, на него покупаешь костюм уже в магазине, это средний 15 тысяч. Все, хорошую сумку хочется, это как минимум до 5 тысяч. Ботинки 5-6 тысяч. Ну, тетради, все такое прочее. Это расходный материал, как говорится. Это уже там, ну, от трех и там туда-сюда. Вот, конечно, дорогое удовольствие. Надо, наверное, жить как-то проще. Мы в своем детстве нас заводили, покупали нам портфель, в который пять лет мы ходили с одним портфелем. Наверное, это что-то с нами произошло. Хочется какой-то такой, чтобы было дорого-богато. Наверное, все-таки мы в этом виноваты сами. С 1 октября вступают в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым штрафы за непредоставление сведений по воинскому учету увеличатся. Как рассказал заместитель мэра Магадана Олег Аверьянов, в городе больше двух тысяч организаций различных форм собственности, которые обязаны вести работу по воинскому учету сотрудников. Но предусмотренную федеральным законом обязанности исполняют только около 10% из них. Хотелось бы отметить, что за неисполнение законодательства в области воинского учета Кодексом по административной ответственности предусмотрен штраф от 1 тысячи до 2-3 тысяч. Но с 1 октября в КААПе идут изменения, штрафы намного увеличиваются. И будет там уже на должностных лиц это будет в размере от 40 тысяч до 50 тысяч, и на юридических лиц это от 300 тысяч до 400 тысяч. Уважаемый руководитель, в связи с этим мы обращаем ваше внимание, что увеличение штрафов и проведение работы по воинскому учету должно себя проводить своевременно. За подробной информацией просьба обращаться или в мэрию города Магадана, или в военкоматы по месту жительства. Одна из самых острых всем последних дней, вызвавшая волну негодования у колымчан, отмена рейсов в отдаленные населенные пункты, в частности в Мянджо, Сусуман и Сенегорье. По словам пассажиров, перевозчик не выполняет свои обязательства, из-за чего люди неделями не могут попасть в пункты назначения. Почему возникла эта проблема и смог ли кто-то ее решить, расскажем в следующем материале. Инна Баранчук не может неделю уехать из Магадана в Ягодное. По ее словам, объяснить, почему отменяют рейсы, все это время никто не может. Среди пассажиров обсуждают поломку двух автобусов, но официальных данных никто не предоставляет. Вообще добраться невозможно. Нигде информацию получить невозможно. Я не знаю, я звонила и в диспетчерскую, и потом нашла телефон перевозчика. Тоже ничего не ответил, поэтому не знаю. Вот мы неделю не могли доехать в Ягодное. Слова Инны подтверждают и другие пассажиры. То же самое. Все то же самое. Мы с Ягодного не можем забрать ни детей, ни внуков. Багаж отказ. Маршрутки маленькие, они не берут с багажом. И каждый день вот эти вот препоны, препятствия с администрацией связывались. Бесполезно, никто ничего не знает. Когда это будет, то есть все это витает в облаках. Мы отменяли вначале на полчаса, потом на час, потом вообще отменили в субботу. В понедельник вообще ничего не шло. Вчера опять задержка я ушла, потому что ждать сколько неизвестно. Не уехать и не приехать. Ну это вообще какой-то первый раз вот такой коллапс. Вот как их подставили вот эти маршрутки. И все. И на этом все закончилось. Я в июне месяце ездила сюда в больницу в первых числах. Я приехала нормально. Выписалась из больницы, прихожу, никаких объявлений, ничего. Спросила у диспетчера, когда будут автобусы. Их сняли с трассы. Я говорю, как? Я стою, у меня плохо даже сделать. Думаю, домой ехать не на чем. Давай обсванивать своих. Дали маршрутку. Вот на маршрутке домой ехала за 2 800. А у меня бюджетные, ветеранские. Пришлось переплачивать. И сейчас. Ну сейчас по бюджетному я еду. Так что вот как-то вот так вот. Очень плохо. Иной раз бывает с трассы, вот Синегория там откуда-то в автобусе все переполнены. Наш поселок, Аратукан, проезжают. Мы остались и как бы не уйдем. Да, бывало такое вот. По словам колымчан, проблема возникла две недели назад. И с тех пор никаких попыток ее решить, по крайней мере, тех, что повлияли бы на ситуацию, перевозчик не предпринял. Поэтому с просьбой о помощи они обратились в компанию «Магадан Авто», осуществляющую рейсы по другим направлениям. Об этом рассказала ее директор Екатерина Никитская. К нам обратились жители Ягодинского и Сусуманского городских округов о том, что они на протяжении длительного периода времени не могут выехать к месту жительства и обратно. Мы, как люди колымчане с открытым сердцем и душой, протянули им руку помощи и организовали вывозной рейс. Надо отметить, что в течение часа мы в понедельник разместили объявление о том, что мы готовы такой рейс организовать. В течение часа был забронирован автобус на 45 мест, что туда, что обратно. Мы посмотрим, если будет и дальше такая же проблема продолжаться, конечно, мы будем помогать нашим землякам. Нужно отметить, что сейчас сложился коллапс в сфере пассажирских перевозок, и люди стали заложниками амбиций двух людей, и о людях никто не думает. Они остались брошены со своей проблемой. Причем многие пассажиры приобретали билеты заранее. Но увидев, что их рейса по сложившейся традиции опять нет, но едет коммерческий и комфортабельный автобус, сдали билеты и отправились на нем. Вчера тоже не было автобуса. Люди хотели уехать. Не было автобуса. Прождали до двух часов. И вы тоже стояли? Нет, я не стояла, ждала. У меня сегодня просто должен был быть автобус. Поэтому вы решили поехать так? Да. Я еду на Дыбин. Ситуацию прокомментировали в Министерстве транспорта. Там рассказали, что рейс отменяли только один раз. В субботу, 19 августа, по техническим причинам был отменен рейс Магадан-Сенегория. Его выполнение было перенесено на воскресенье, 20 августа. По данному факту, с подрядчиком ведется претензионная работа в рамках действующего государственного контракта. В настоящее время регулярные перевозки пассажиров по всем межмуниципальным маршрутам Магаданской области осуществляют согласно расписанию движения. В целом же, по словам Максима Оськина, отменные переносы рейсов в автоперевозках – явление редкое. Также он рассказал, что раньше, когда на этом маршруте работал другой перевозчик, такое тоже случалось. И каждый факт рассматривают индивидуально в рамках действующих контрактов. Представители компании, которая работает на этом направлении сейчас, в свою очередь отметили, что делают все возможное, чтобы исключить такие проблемы. И в ближайшее время намерены пополнить автопарк. Уже закупили два сорокаместных автобуса для поездок в отдаленные районы. В редакцию нашего телеканала обратились телезрители с просьбой узнать, почему справка для абитуриентов, которую требуют при поступлении в учебные заведения, вдруг стала платной. По их словам, раньше денег за нее не требовали, а сейчас медицинский документ стоит около 5000 рублей. В теме разбиралась наша съемочная группа. Справка по форме 086У не просто формальности, ее не галочки ради требуют при поступлении в вузы и техникумы. Этот документ говорит о том, что здоровье будущего студента в норме и позволяет обучаться выбранной специальности. В частности, в нем есть данные о перенесенных хронических заболеваниях, прививках, результаты флюорографии и анализов, заключения узких специалистов и терапевта. По словам наших телезрителей, раньше эту справку выдавали бесплатно. Сейчас же за прохождение необходимых осмотров придется отдать почти 5000 рублей. С просьбой прокомментировать этот вопрос мы обратились к заведующей вторым амбулаторным отделением Магаданской городской поликлиники, где и выдают этот документ. В соответствии с программой государственных гарантий, бесплатная справочка 086У выдается только несовершеннолетним. Люди, которые старше 18 лет, они обязаны для получения этой справки внести свои средства, то есть заплатить. И это было всегда о том, что если говорят, что раньше это было бесплатно, ну, вероятно, люди лукавят или, знаете, мы еще что делали. Для того, так как справка достаточно дорогая, она там от 5 до 7 тысяч может стоить, в зависимости от того, какое учебное учреждение человек поступает. Мы предлагаем всем пройти диспансеризацию, потому что если человек проходит диспансеризацию, так как диспансеризация проводится или профилактический осмотр с возраста старше 18 лет, поэтому при прохождении справки, вот это получение справки 086У, из стоимости этого обследования убираются те виды исследований, которые человек должен пройти по диспансеризации, то есть клинический анализ крови, электрокардиограмма, флюорография, и тогда в стоимость справки входят только узкие специалисты, то есть хирург, невролог, офтальмолог и так далее. Это в том случае, если человек старше 18 лет, и в этом году на уровне Министерства здравоохранения совместно с Магадатской областной соматической больницей было принято решение тоже для того, чтобы, так скажем, финансово менее обременять, в том числе детей старше 18 лет, если ребенок закончил школу в этом году и принес нам заполненную в поликлинике или фельдшером школы справочку, где заполнены у него все специалисты, и он в конце 2022 года прошел диспансеризацию, мы берем за него деньги только за осмотр терапевта, потому что 086-ю справку подписывает врач-терапевт. В этом случае заплатить придется всего 479 рублей. В общем же стоимость справки составляет 4680 рублей, так как она не включена в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 и на плановый период 2024 года. На этой неделе в Магадане стартовал конкурс городской и ландшафтной скульптуры среди художников-камнерезов. На Колыме его проводят впервые. В участие в творческом состязании принимают 8 мастеров из трех регионов страны. Над какими скульптурами они работают и где их можно будет увидеть, расскажем далее. Гайр Восканян 30 лет посвятил созданию скульптур. Говорит, это дело жизни, которое не только приносит красоту в мир, но и дарит самому художнику неповторимое чувство, которое способен испытать только создатель прекрасного. Каждая работа словно ребенок. Мысль о том, что родится из камня, мастер может вынашивать месяцами. Но бывает и так, что образ появляется мгновенно. Стоит только взглянуть на материал. За десятилетия Гайр создал сотни изваяний в Армении, откуда он родом, и в Самаре, где живет уже 25 лет. Когда предложили поучаствовать в конкурсе профессионального мастерства в Магадане, согласился не раздумывая. Тем более, это прекрасная возможность побывать на Колыме, познакомиться с историей и оставить в ней свой след. Идея, что представить на суд жюри, родилась сразу. Самолет из гранита, из прочного гранита, символ свободного полета. Решил сделать. На хвосте будет олень, символ Магадана. Я думаю, поставить аэропорт на память. Я так планирую. Ну, это не мое желание, просто так кажется, поставить туда. И постамент будет такой высокий, двухметровый при полете. Градусом, там, 30 градусов поставить. Ну, надеюсь, поприсутствую, поставим, и будет всё характерно, хорошо. Я постараюсь удивить людей этим своим умением. Вместе с Гайером своё мастерство продемонстрируют восемь мастеров. Это гости из других регионов страны, в частности, Свердловской и Самарской областей, Республики Удмуртия. Все работы объединит одна тема – Колыма, место притяжения. Художники уже рассказали, какие скульптуры представят. Среди них – хранитель севера, рыбак, северная песня венов и навстречу новой жизни. Конкурс приурочили к 70-летию Магаданской области. И, по словам организаторов, в композиции украсят новые объекты социальной инфраструктуры. У нас в городе Магадане, на территории Магаданской области, возводится очень много объектов. Жилые дома, объекты культуры, спорта, здравоохранения. И поэтому возникла такая идея, чтобы у каждого нового объекта жилой инфраструктуры, в рамках городского ландшафта было какое-то общее объединение. И так и возникла идея, что это будут скульптуры из камня. И для этого был объявлен конкурс. Приглашены художники, скульпторы, которые работают с камнем. Были присланы в наш адрес эскизы. Организована работа жюри, которая рассмотрела все эти эскизы. В итоге чего были отобраны 8 скульпторов, которые и были приглашены в Магадан, для того, чтобы здесь, в сквере морском, начать ваять, творить и создавать свои прекрасные скульптуры. Их установят на территориях центра премьер, нового перинатального центра, жилого комплекса «Гороховое поле», аэропорта и других общественных пространств. Не состоялся бы конкурс без наших партнеров ООО «Магадан Гранит». Отличные ребята, которые с каждым скульптором индивидуально выезжали на карьер, выбирали камень, смотрели, кому что подходит, исходя из эскиза. Обеспечивали их оборудованием для работы, палатками всегда были на связи. Поэтому, на наш взгляд, получилось. Может быть, не все так, как мы планировали изначально, но результат он уже виден сегодня. Мы видим, что работы, они уже подходят к своему завершению. И, конечно, жюри предстоит выбрать лучшую из них. Победитель получит денежный приз. Итоги конкурса подведут 29 августа. Олеся Хитагурова, Артем Булгаров. Специально для Карибу. В Магадане продолжает работать нордическая выставка. Теплую одежду выбрали уже сотни колымчан. И, по словам организаторов, одна из фирм, полюбившихся, пожалуй, большинству жителей страны и нашего региона, в частности, Бьерн Ларсен. В чем преимущество товаров этого производителя, расскажем далее. Компания Бьерн Ларсен – это ведущая компания, которая давно зарекомендовала себя на российском рынке, как производитель очень теплых, легких пуховиков на сильные морозы. Зарекомендовала на себя своим качеством. Представляет о них большую линейку разных цветов. Удлиненный, укороченный для водителей, удлиненный для женщин. И даже экспедиционные варианты, которые ниже колена. Данные пуховики носятся от 0 до минус 50 градусов. И внутри использованы высокие технологии, именно материалов, которые позволяют эту вещь носить как в теплую погоду, так и до минус 45 и минус 50. В этой куртке идет карманов 13 штук. Термоконтроль внутри куртки, который позволяет не создавать парникового эффекта внутри. Все карманы глубокие. И самое главное, что эта вещь спокойно стирается в стиральной машине и не продувается и не промокает. Ровно три месяца назад компания Берларсен, к сожалению, покинула российский рынок и в России их больше нет. Но нордическая выставка занимается тем, что довозит для дальних регионов именно теплые вещи. Она выкупила весь остаток товара в России, который у них оставался на складах, и распродает их по цене, приближенной к опыту. Поэтому та вещь, которая стоила в магазине 130 тысяч рублей, на мероприятие будет представлена за 30 тысяч рублей. Конечно, вниманию покупателей представлены и другие бренды. На выставке можно найти осеннюю и зимнюю одежду от ведущих производителей Северной Америки и Европы. Среди них аляски, пуховики, парки, шубы, пальто и кожаные куртки. Широкий размерный ряд и цветовая гамма позволят подобрать одежду любому посетителю и по очень привлекательной цене, которую удалось достичь благодаря ввозу через дружественные страны параллельным импортом, а значит, без наценок. В ближайшее воскресенье возможность приобрести качественную одежду организаторы нордической выставки предоставят и жителям поселка Ола. Гостей будут ждать с 10 утра до 7 вечера по адресу улица Советская, 51. Центральный вход справа от магазина «Магнит». Затем выставка вернется в Магадан. Официально компания «Союз импортеров» представляет свою выставку «Нордическая выставка» только в Центральном универмаге города Магадан. То есть это площадь Горького 4, Центральный универмаг, Левое крыло. За всеми нашими передвижениями можно следить в официальной группе ВКонтакте. Ссылку на нее вы видите на своих экранах. Напоминаем, «Нордическая выставка» ждет вас ежедневно с 11 до 19 часов. Сейчас немного информации о погоде. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин На этом у меня все. Оставайтесь в курсе событий, смотрите «Карибу». Скоро будут новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok